Ежемесячно в Каспийске в рамках приоритетного проекта «Здоровое материнство клуба родительства» регионального движения «Матери России Республики Дагестан», Министерство здравоохранения, Ассоциации мамологов, радиологов и библиотечной системы проходят полезные и интересные встречи для прекрасной половины города. 10 августа темой мероприятия стало «Грудное вскармливание. Польза матери и ребенка». Она была выбрана не случайно, ведь первая неделя августа во всем мире посвящена поддержке ГВ. В большинстве стран проводятся мероприятия, направленные на информирование о пользе грудного вскармливания, различные обучающие и поддерживающие встречи. И мы тоже, естественно, не могли остаться в стороне. На сегодняшний день очень важно как можно чаще говорить о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка, для здоровья матери и для всего общества в целом. Потому что, несмотря на то, что это процесс довольно естественный, но доля кормящих мам, а также детей, которые получают грудное молоко, она весьма небольшая. Приводя статистику, Ариза Алиева подчеркнула, что по данным ВОЗ, только 36% детей в возрасте до 6 месяцев получают исключительно грудное молоко. Эксперт также рассказала о маркетинговой стратегии компании молочных смесей. На сегодняшний день мамы гораздо больше знают о смесях. То есть они у всех на слуху, на виду. Мы видим какую-то рекламу в тех же поликлиниках, в средствах массовой информации, в соцсетях. А грудного вскармливания все равно значительно меньше. Ее так активно не продвигают, потому что это не продается, на этом деньги не зарабатываются. Поэтому в этом мало заинтересованы и, соответственно, домам доходит гораздо меньше информации о том, как наладить грудное вскармливание, нежели о том, какую смесь выбрать, какая смесь лучше. Также своими знаниями в рамках встречи поделились врач-педиатр Алина Форманова, онколог-мамолог Джамиля Магомедова, акушер-гинеколог клиники имени профессора Азизова Муслимат Азизова, консультанты по грудному вскармливанию Саманта Эльдерова и Анастасия Рыженкова, психолог Джаврят Яхьяева, а также перинатальный и детский психолог, мама восьмерых детей Наталья Лысова. Она подробно рассказала девушкам о послеродовой депрессии. Восторг, беременность прошла совсем легко, и у нее родилась самая лучшая на свете дочка. Но вместо того, чтобы получить облегчение и радость, она могла только плакать. На самом деле, эта актриса одна из первых, которая заявила публично о послеродовой депрессии, потому что, как правило, эта тема замалчивается. Помимо этого, эксперты рассказали присутствующим о мифах ГВ, послеродовом восстановлении, преимуществах грудного вскармливания для матери и ребенка и другие актуальные вопросы. Приятным бонусом для девушек стал розыгрыш подарков, подарочные наборы для мам и малышей от магазина «Сумка в роддом», белье для кормящих женщин от «Нью Мама Шоп», а также сертификаты от студии «Фейс Пластики» «Дамасская роза». Завершилась встреча чаепитим и совместным фото. Субтитры создавал DimaTorzok